здравствуйте меня зовут Петренко Анатолий Владимирович давайте продолжим наш интернет проект изучаем ПЛК контроллеры сегодня продолжим наше знакомство с ПЛК 100 ПЛК ОВИН и модулем ввода аналоговых сигналов MVA8 давайте сегодня попробуем решить следующую задачу у нас есть ПЛК контроллер ОВИН ПЛК 100 РЛ есть модуль ввода аналоговых сигналов ОВИН MVA8 нам нужно подключить к нему расходомер с унифицированным выходом 4,20 мА и организовать учет расхода воды давайте создадим новый проект нажимаем создать в прошлом проекте не будем сохранять изменения нажимаем нет будем писать программу для ПЛК контроллера ПЛСЕ100 РЛ окей на языке программирования СТ пишем программу окей для начала нам нужно настроить подключение к ПЛК контроллеру модуля ввода аналоговых сигналов он подключается по интерфейс RS-485 по протоколу matbus rtu заходим ресурсы конфигурация ПЛК здесь сразу укажем в параметрах модуля минимальное время цикла 10 миллисекунд дальше нажимаем левую кнопку мыши ППЛСЕ100 затем правую кнопку мыши добавить под элемент и добавим под элемент matbus master в данном случае у нас ПЛК контроллер будет мастером сети то есть будет инициализировать опрос поскольку у нас модуль ввода аналогов сигналов имеет только интерфейс RS-485 у нас по умолчанию интерфейс debugger RS-232 это интерфейс находящийся на лицевой панели ПЛК контроллера разъем rg здесь щелкаем левую кнопку вернее щелкаем левую кнопку мыши затем правую кнопку мыши и заменим элемент на RS-485 тот интерфейс который есть на модуле ввода аналогов сигналов заходим параметры модуля здесь мы настраиваем задаем сетевые настройки сетевые настройки для модуля ввода аналогов сигналов задаются в специальной программе конфигураторе сначала я настроил модуль ввода аналогов сигналов специально программ конфигураторе уж потом подключил потом я покажу как настраивать сетевые параметры для модуля ввода аналогов сигналов в программе конфигураторе но пока мы будем знать что скорость 115200 я настрою интерфейс RS-485 и протокол matbus rtu итак нажимаем matbus master нажимаем правую кнопку мыши добавим под элемент и добавим универсал matbus device универсальное matbus устройство заходим в параметры модуля в программе конфигураторе я указал сетевой адрес для данного модуля расширения 24 потом также покажу как это делается снова нажимаем левую кнопку мыши по нерсамат базе девайс затем правую кнопку мыши добавить под элемент и добавим под элемент real input модуль будем считывать переменную значит это у нас будет входная переменная input переменная и теперь переменная рио переменная с плавающей точкой заходим параметры модуля здесь проверяем чтобы она стояла функция чтения read регистр третья функция и нам нужно прочитать значение измеренного измеренное значение первого входа она в программе конфигуратор настроена на 4 20 миллиампер открываем специальный документ вот у нас инструкция к модулю ввода м в а 8 здесь у нас есть такой раздел как обмен по matbus по протоколу matbus и смотрим здесь у нас измеренное значение входа 1 в представлении с плавающей точкой это у нас будет регистры в действительной системе счисления 4 5 эти регистры мы указываем здесь но здесь указываем только регистр 4 по умолчанию здесь сразу будет два регистра следующим регистром будет 5 регистр давайте приспоим значение считанному считанному с этого входа какое-то имя предположим v1 переменная вход 1 посмотрим в мастере устройств у нас после установки драйвера пока контроллера придется как по оси 100 челком два раза лево кнопкой мыши проверяем параметры смотрим какие параметры стоят дальше заходим в код сиск онлайн проверяем параметры связи параметры связи совпадают значит у нас должно произойти нормальное подключение пробуем подключить подключение и вот у нас ошибка проект должен быть коррект видите хотя бы одно выражение в программе мы не ввели ни одного выражения переходим по pplc prg объявим здесь какую-то переменную предположим может быть даже это будет временная переменная расход 1 сокращенно 1 1 2 и . знак равно это у нас операция присвоения и присвоим этой переменной значение входа 1 полученное со входа 1 ставим точку запятой нажимаем enter у нас высвечивается окошко автообъявлений перемены и здесь мы должны указать тип переменной real такой же тип переменной как и входная переменная окей пробуем подключиться надо загрузить новую программу программа была изменена итак сейчас полка контроля находится в режиме стоп вот мы получили значение с первого входа аналогового модуля мва 8 сейчас я подключу сюда имитатор аналогового сигнала вращая потенциометр видим что у нас сигнал значение меняется модули мва 8 есть функция встроенная функция масштабирования сигнала у некоторых модулей расширения для пк контроллеров у нас считывает значение считанное с входа приходит в формате кода АЦП то есть нам еще нужно будет прописать функцию масштабирования здесь у нас функция масштабирования уже прописана в модуле расширения когда вы будете конфигурировать модуль там вы укажете верхний предел измерения и нижний предел измерения в данном случае предположим у нас расходомер может мерить расход от 0 до 100 кубометров в час ну такое конечно большое значение но предположим что такое значение нажимаем старт программы и вот у нас значение со входа присвоилось переменной расход 1 в следующем видео мы с вами напишем функцию которая переведет которая позволит нам организовать подсчет расхода воды но это же в следующем видео на этом наше небольшое видео завершим спасибо